И мы на приёмочке, Иван Михай, есть первый контакт, по крайней мере, визуальный. Xersion делает первое бис, отмечается в киллбаре со знаком плюс. Simple отходит назад, Xersion полностью зажимает своих оппонентов. Всё в смоках, нет абсолютно никакой информации, есть инфа, ребята, они в сайте. Плюс ещё идёт Lurker Frozen, представитель Словакии, опасная работа для него, но всё-таки пока что он справляется, Алексей Би забирает... Нет же, Элитова, кстати, был. Ну, прикрыл, прикрыл капитана, ситуация всё так же 4 в 4, ситуация очень неплохая для коллектива Na'Vi. Можно всё это делать, сейчас брать и выбивать в фейк смоках. Simple, Алексей Би, все на месте, по итогу капитана Апарус, тем самым Фроузен. Фроузен минус раз, минус два, там и третьего можно заработать. Бомбарди фьюзится, щипцов нету, времени крайне мало. Нужно забирать и не туда вообще нашивать. Фроузен не попадает, и всё-таки же есть раунд для команды Na'Vi. Найс трайн, ну на тоненьком, там прям аж сам Blade выдох. Да, здесь Андрей прям выдыхает, потому что 10 секунд диффузить смог, это сильно. На 30 секунд начинают заигрывать со временем, и очень мало этих таймеров, очень мало секунд остаётся у представителей команды Ma'Vi, чтобы зайти, ну вроде как пока что точка и под контролем. Ну, вроде бы, знаешь, как и к себе домой, но бит просто забирает того самого Този, у которого было похвей не всё так гладко. Куда, куда смотрит капитан команды Ma'Vi, Фроузен. Есть же контакт, это 3 в 3, горит всё сейчас у команды Na'Vi. Щипцов опять же нету, но да, есть такой перевес по ХП, Ксершин может сейчас просто похоронить весь ритей команды Na'Vi в этом раунде. И пошло выбивание, куда смотрит Джель, непонятно, Ксершин минус раз. Пока что это максимум, Фроузен также подключается, и мы остаёмся в классе. 12 в 1 по ХП, есть проблема у команды Ma'Vi, но нужно тут уже поторопиться. Щипцов нету, и Фроузен всё-таки пересыдит. Есть же форс для команды Ma'Vi. Будем смотреть дальше, да, бит по итогу очень обидно погиб, Амас не сохранили, но за центр карты команда Na'Vi вроде бы на секундочку выходили оттуда победителем, но Ксершин даёт же драк по Име. Ксершин замечает двоих, да, нужно теперь отойти, как-то сыграть уже вместе с командой. И в это время пошёл выход под точку, а основным ударным костяком коллектива Ma'Vi бит Сюспа, вообще не проблема, забирает Този, включается ещё и Симпл. Алексей Би погибает, Симпл как обидно не залетает, и Джиэль последний легионер команды Na'Vi, по которому информации вроде бы и нету, но он с Мак-10 вообще ничего не боясь, проносит сейчас Попперсоник Зершина ещё и может забрать также Фроузен, а тут Галил. Ситуация 1 на 1, Фроузен против Джиэля, есть Галил, Фроузен кидывает Молик, Джиэль просто отходит чуть-чуть назад, и теперь Фроузен есть пространство, чтобы действовать. Можно поставить пачку, и уже время будет играть тебе на руку по Джиэлю, естественно, есть информации. Я здесь не завидую представителю команды Na'Vi, потому что очень много гранат есть на руках у мистера Фроузена, ещё две флешки, и он может крутить даже через спину. Словак сейчас имеет, конечно, очень хорошее положение, чтобы выиграть эту кулач-ситуацию. Но есть смачок у Джиэля, и он всем этим делом сейчас пользует. Да, были бы щипчики, всё было бы совсем по-другому, нашивает Фроузен, но мистер Джиэль мог его сейчас забрать и уже выигрывать раунд, но пока что доживёт, и Фроузен пикать не будет, посмотрел, почекал, замечает, есть же фраг, но времени не хватает, нет, нет, всё, не хватает Джиэлю. Щипчики, где щипчики? Каждый раунд хочется об этом говорить, немножко не везёт, Джиэль молодец, всё-таки сложная была ситуация. И Мэ вместе с битом, 26 киллс-поинтов встаётся у Иоанна Михайя, Иксершен ходит чуть-чуть назад. Ну, ожидает какой-то дах толпы, Симпл чуть-чуть не доводит до персон Иксершена, но опять же информации сейчас у игроков мало присутствует, понимает, что сместился снайпер под базу, Иксершен пытается сыграть через центр карты, он услышал, как говорил Симпл, и сейчас может его забайтить, так сказать, ротаться одного из игроков. Защит, но база Б каким-то чудом оказалась сейчас под контролем команды Маусу, Welcome to the B, пачка ставится, и это ретейк от команды Навятам, опять же, не щипчиков. Это да, да, только хотел сказать, что нет щипчиков, это проблема, а значит, половина времени, как только пройдёт, нужно будет двигаться намного быстрее. Представитель Израиля там находится ещё и в спине, Фроузен, занимает отличную позицию, джемпад, всё хорошо, представитель команды Маус, нужно двигаться быстрее, Нави, если они собираются это выигрывать, два человека ещё смотрят в спину, потому что думают, что зайдут, правда, правда, за ними, но Иксершен не справляется с своей стрельбой, Бит и Эмме отвечаются, в киллбаре со знаком плюс, остаётся один эшью, и всё-таки раунд за командой Нави. Ну, очень вязко за атаку тянуть на последнем тайминге, знаешь, ловить вне позиции, что сейчас произошло как раз-таки у Име, ну, когда ты свитчишь вот так вот девайс, вообще не понимаю, это уже вообще отдельная тема для обсуждения, но пока что Бит, выключает жмпад, забирает Жей Торжи, сгорает. Бывает, бывает, Иксершен забирает Жей Ля, по-моему, по Симплу нет никакой информации, Саша первого пропускает, по-моему, даже не смотрит, нет, он должен повезти, да, всё, изи, изи для Александра Костолева, 3-3, но в какой-то момент, знаешь, хочется сказать 4 на 3, но не настолько же, потому что он даже мышкой не повёл по спине. Временная ничья, Симпл хорош. Если, конечно, кто-то начнет поджимать, отличная хаешечка, 3-4, он ещё остаётся, он пока что впитывает у нас урон, Жей Ли есть блайн для капитана команды Маус, но в смоках пока что не находится их оппонентов, Симпл забирает Сершена, Алексей Био в дворце. А как там со спиной, говорит сейчас Алексей Био, Симпл к Сершену, по итогу вроде бы выход на точку Б, оформляется, Жей Ли, минус раз, минус два, минус три, просто куда лезем, забирает тройку игроков команды Маус, если можно просто садиться дефать, Този, я думаю, тут уже, ну, ловить явно нечего, нужно уходить на сейв. Но нет, но Име всё это дело контролирует, Жей Ли не справляется с стрельбой, есть же контакт под базой Б, также фронт забирает Алексей Био, благо был Име рядом, даёт сразу же размин, но база Б под контролем игроков команды Маус, можно ставить пачку, Този выигрывает снайверскую дуэль против Симпла. Слада 2 на 3, Име и Био остаются против Джимпата Този из Чьюи, но, в принципе, Бит сейчас может там поймать, но Този ловит им, и Този ловит ещё и Бита. Отлично работает команда Маус. Перетягивается также ещё и Симпл, нет на публике, но Бит, Алексей Би, Джель, в целом этих троих ребят должно тут хватать, Бит, какая досадная флешка Алексей Би, до 30% здоровья его сейчас накаляют, и welcome to база Би, Джель. Бит, всё, видит тень, начинает нашивать, но эксершен оказывается сильнее, Валера, к сожалению, проигрывает свою перестрелку, и вот уже ситуация 4 на 4, Джель находится во дворце своим тиммейтом, 38 хп там у Алексея Вирлайна, Този отходит назад, его снайперская винтовка пока что не работает, но он должен заметить, как минимум, Симпл, а Симпл ждёт, Симпл, как настоящий охотник, ждёт своего оппонента, но время сейчас уходит из-под рук игроков команды Нави, Джель, 16 хпоинтов, переигрывает Ленгра, 3 на 4, начинается работа, Фроза работает по Алексе Би, и, по-моему, это уже сэр. Очень сомнительный мув сейчас был от Алексе Би, и я уже думал, лучше бы Джель первый выпрыгнул, тогда сфокусировал на себе внимание, но Симпл фокусирует свой прицел на двух игроках команды Маус. Бит, Валера на приёмочке, Валера настала, то во время эксэр, что он нужно забирать, Фроза практически так же отлетает, но Словак справляется со своей стрельбой, 4 на 4, и мы прекрасны, сейчас есть угол для того, чтобы забирать своего оппонента, но Джимпат и Този другого мнения на этот счёт, Този промакивается, но он был фулбланг, и Джель также прощается жизнь, и остаётся один лишь Алексе Би. Ну, щипцы есть, информация по пассивности также вроде бы и присутствует, но перспектива на взятие крайне мала, опять же, его будут контролировать со всех сторон, и Джимпат свою статистику всё так же укрепляет, 7-8. Ксершан начинает поджимать, здесь Джель его вроде как ждёт, но Ксершан может в упоре с долб беретов спокойненько расправиться со своим соперником, нет, не смотрит, Джель в спинку его забирает, под точкой Б есть два игрока, но всё-таки Нави дальше пока что не жмут эту позицию, потому что прекрасно понимают, что можно растянуть модель обороны, своего оппонента Има уже потихонечку заходит в спину, Сумбур в защите, коллектива Маушью отходит назад, и Нави могут заходить на точку Б. А там практически Welcome to Home, Има минус раз, минус два мог дать, но Този без шансов рубает, да, пострадал до половины процентов здоровья, но по итогу база Б под контролем игроков команды Нави, тут Бит пользуется тиммейтом как только хочет, и такая вот интересная, интересная засада, и кстати, по лицу Пасюино нет, он же отвечает, это три в три, щипцы, самое главное, есть Симпл, замечает Фроузена, Фроузен минус по джиэлю, Фроузен! Алексей Би один, все, отлетает команда Нави, и только я хотел сказать о том, что эта подсадка дает информацию, если там игрок говорит, что-то слишком высокий у нас, Бит по-моему подрос малой за лето, знаешь, как это бывает? Ой, как сейчас может быть поздно, наконец-то мы можем это говорить, наконец-то Нави за атаку, 40 секунд остается, все в смоках, абсолютно, и сейчас Фроузен может заморозить этот раунд для коллектива Нави, Алексей Би начинает свое движение, Име будет ли выход? Фроузен говорит, я чувствую, я чувствую, ребята, я могу сделать два минуса, смоки рассеиваются, Фроузен выходит, первого, второго, закрывается, со своими тимбайтерами джемплатом, симпл остается один, по крайней мере на мидлейн, но параллельным курсом двойка, идет ставить бомбу, джемплат отправляет симпла в следующий раунд, и Джиэль вместе с Битом остается вдвоем против бравой пятерки команды Маус. Ну и все, тут джемплату и Фроузен, нужно, наверное, как минимум, но Фроузен вообще просто, я не знаю, как он сделал, трипл килл, Нави, извините, центр карты закрыт, и Бит, попытается, наверное, как-нибудь сейчас подпортить настроение, в целом получается, один откисает, но, но нет, 10-7. Опять может произойти цейтнот, нехватка времени коллектива Нави, 40 секунд остается, судя по всему, это будет точка А, потому что два человека находятся на бублике, они уже готовы врываться, джемплат и Този на приемке, именно этот дуэт будет проходить проверку на прочность, но 30 секунд уже Нави, нужно побыстрее, Джейль заходит в спину, но здесь его экссершн вроде как ждет, 55 хилст-поинтов, все, ровно ноли, теперь начинают движение игроки команды Нави, Този должен фотографировать своих оппонентов, Молик очень своевременный, спину шью и забирает Джейля, Този на приемочке, Бит уже отлетает, джемплат закрывает своих соперников, нет, Симпл и по нему все-таки работают, 12-10, просто стоят с Нави, это не смешно. Ну, знаешь, после этого раунда мы, наверное, с тобой уже точно сделаем выводы, но вывод пока что следующий, центр карты из команды Нави, ну, ребят, ну, нет, вам тут закрыто, бит замечательный, ну, ладно, такой сладенький в подарок залетает, окей, тоже нормально, но Джейли ничего не получается, база B также под контролем команды Маус, 3, точнее, 2 в 4, ну, я не знаю, что тут нужно сейчас сделать Симплу, раскрутиться в соло, при поддержке бита, ну, времени вообще вагон. Симпл и Бит остаются вдвоем, Шью уже отлетает, Симпл богоподобен был в этом моменте, и бомба там уже идет, чтобы ее поставить, перетягиваются крюки команды Маус, Джимпад, Този и Фроузен остаются втроем, причем у Този еще не мобильный девайс, и Бит вместе с Симплом должны играть уже в закрытую, есть одна флешка, и Бит может отходить назад, но там будет 2 человека, Валера Ваховский сейчас от него зависит очень много, потому что Фроузен и Джимпад просто крадутся, крадутся парни, степ-бай степ, сейчас подбираются все ближе и ближе к точке Б, Бит 41 хелспоинт, у Скалашау можно закрыть абсолютно всех, Фроузен все-таки выиграет свою перестрелку, Симпл остается один, ну, сколько таких лача он уже вытащил, 1 на 3, такой тоже можно выиграть, Този очень медлительно играет, но Симпл на позиции, пытался сыграть превентивно, но Фроузен закрывает Нави, мы такое наблюдали, почему бы сейчас Нави не продемонстрировать, но есть небольшая проблема в том, что пока что предпосылок к этому нет, Бит начинает свой выход, что и по-моему он заметил 56 хелспоинтов, все, теперь 0, Валера делает свое убийство, Този нужен разворот, Алексей Би забирает истера Този, и теперь уже ситуация 3 на 3, ставится бомба, Бит с этим делом занимается эксершен, один из хелспоинтов. Ну, кстати, Този как-то чудом сумел забрать им, Бит, минус по эксершену, и Фроузен также откисает, остается последний джимпад, по нему информация есть, выдает он свою позицию, есть смолик, есть смачок, но Симпл с авика не мажет, и есть же раунд, там и джимпад поджал, там и эксершен сейчас на рампе, может стать удивлением для команды Нави, но как коварно крадется, а его тут не считают, а тут 2дшечка и эксершен, только рассеется смачок, он все это дело зачекает, и двоих точно должен сейчас ловить, а нет, Джейль чекает, Джейль сейчас читает вместе с Симплом, но все-таки ксершен забирает Симпл, и я думаю, что Джейль по головке не погладит после этого момента, Симпл, наверное, раздосадовал, ситуация 4 на 3, тоже попытается найти свое счастье во второй раз в этом раунде, 38 секунд, дружище, привет, с ножом полетели, окей, такое бывает, такое случается, но джимпад может заходить в спину и забирать как минимум Джейль, а это бомбка, и от пачка падает, ее нужно подбирать, молик откидывается, Фроузен заходит в спину, Иван Михай остается один против тройки команды Маус, эту триаду, эту мафию не обыграть, ИМА 14 холлс-поинтов, бай-бай. Быстрый выход на точку Бэм, такое мы уже видели, эксершен на приемочке, замечает своего оппонента, разбирается с битом, но Джейль, силенок не хватило, и вот фаст раунд, Фроузен уже близок к тому, чтобы сделать 26 фраг для себя, Алексей Би забирает Фроузен, Алексей Би еще забирает Шью, наконец-то просыпаются Нави, но кажется, что это слишком поздно, Джеймпат и Този остаются вдвоем, Симпл 44 холлс-поинта, и можно уже уходить на сейф, потому что Мауза имеют отличный гандикап, чтобы где-то поджимать, где-то, может быть, даже допускать ошибки, но один поинт, скорее всего, они в конечном итоге наберут. Посмотрим по Глим, центр карты опять же под контролем игроков команды Нави, Джеймпата под слэшку на парус, Фроузен выпускают, ИМА просто выключают, и отправляют пиктраторы, чтобы, знаешь, поддержать команду, тут мог подставиться. Мог подставиться, но все-таки ушел Алексей Бим на мидлейне, Фроузен выиграет свою перестрелку, 27 фрагов у Давида, представитель Словакии безумно хорош на карте The Ancient, и теперь уже 5 на 3, Симпл, Джеймпат и Бит. Главные стрелки коллектива Нави, да, окей, но против бравой пятерки команды Мауз будет сложно, 6 холлс-поинтов остается у Фроузена, он будет играть просто второй волной, Джеймпат пытается в соло поймать своих оппонентов, здесь находится Шьюи вместе с Джимпатом, и парни просто будут играть своего, потому что до этого все работало, а зачем чинить то, что работает? Конечно, зачем придумывать велосипедную, Джеймпат, и что ты ставишь, и когда вот так вот залетает от капитана, мне кажется, это просто без шансов, тут еще и Бит и Фроузен забирает Симпла, и Бит 1 в 5, все или ничего? Я не знаю, ну, ну, скорее всего ничего. Да, скорее всего ничего. при всем уважении к Валерии, 16-9, Чьюи его подопечный, ну как же силен этот капитан, представитель Польши сейчас, возможно, ну, после Кельна будет врываться в топ-1. Ну и будет на пару с Сьюи, да, отыгрывать в коннекторе, есть прикрытие от капитана, и очень агрессивно сейчас отыгрывает команда Маус, занимает одни из ключевых позиций, но Нави все это дело должны сейчас считать, и есть же контакт, и так же играет тут Дзержин, с двух ног, открывает ногу, погибает Алексиби, пропрыгивает Джеймп, есть две флешки, и пошел выход под базу Б, Симпл, отвечает, есть же фраг, и пачку-то в целом можно поставить, но есть там доля секунды, когда будут ставиться, бамба, Симпл практически останется один, это Джеймп. И тот в свою очередь идет прожимать, Джимп. Джимп. Нужно выигрывать эту дуэль, но Този забирает Симпла, пачка падает, Юс, две флешки, why not идти на сейф? Джеймп. Оставался один, с Симплом они здесь не справились, и Мауза говорят, нет, не сегодня, но как же жестко они зажали Андер, там не было никаких шансов, ну, когда у тебя такой тренер Гулливер. Да, пока что закрывается и точка, и база Б, команды Мауз, Нави, опять же, могут сейчас, знаешь, просто с двух ног влететь, есть еще Джеймп, который коварно отыгрывает на коннекторе, на воде, да, откинулась флешка, но Кзершин запушил, Джеймп убежать, там просто 10-2 хп у игроков команды Нави, пошел выход по точку А, Фрозун свою позицию пока что не выдает, но горит длина, Симпл заходит, Този также не справляется, и там три игрока команды Нави красных, когда на последних секундах все-таки ставится взрыв пакет, была бы хаешка. Два человека идут через лонг на подмоге, есть бомбкеррер в лице Симпла, но нужно опять делать фраги, Симпл делал это на тоненького, Фрозун на приемочке, один из самых опасных игроков команды, Мауз, готов встречать своих оппонентов, Симпл ждет, судя по всему, флешки, так еще на прикрытии есть Този, этот дуэт не должен пропускать своих оппонентов, Алексей Б, открытие уже отлетает, Симпл моментально на размене и пока что 4 на 4. Ну, решили обузить точку Айгри команды Нави под флешки Този, открывается, ну, тут все, тут только против Симпла, замечает, нужно стрелять либо забирать 30 секунд времени, а это бомбкерри и идет поджим сейчас персоны Симпла, промах от Този, Този на Юспе Мок, все-таки дает две в лицо, в это время погибает также Ищуи, но и по итогу два в четыре. Там спина горит, а там уже крадутся игроки команды Нави и очень сейчас рискуют Този, все-все-все, увидел, зачекал, хотя бы понимает, что обложили со всех сторон. Было очень опасно, Джейль отлетает, финский дуэт сейчас может закрывать, сэшн работает по биту, ситуация 5 на 3 и это проблема, минута времени, Эль проблему нужно решать и Мэну тут Юспик Този отлетает и Фрозан дальше не идет, у него есть дуалбереты, но этого не хватит против такого опытного румына, Иван Михай пока что вскрывает позиции точки А, откидывает Молик и команда Нави может ставить здесь план. Там еще и Ксершан летит в спину, пачка, тем не менее, находится очень далеко, ну и, наверное, уже, знаешь, после заветного звука установки бамбы будет откидать Сахаешка, ребят, не торопиться, но Джимпат забирает им и как, как сейчас это может отдать команда Нави, Алексей Би на пару симплом вдвоем оттых против четырех игроков команды Маус, пачка будет ставиться, Ксершан нужно чуть-чуть поторопиться, есть щипцы на руках у Джимпата и в целом ретейк тоже может быть, зачекал Алексей Би, вот это уже проблемки, с одной позиции сейчас будут выходить команды Маус. Ситуация 2 на 3, Симпл Алексей Би против Джимпата Фрозен на эшью, время начинает уже тикать, есть щипчики, Алексей Би начинает, забирает, отличная работа, Фрозен уже отлетает, но это Алексей Би, это капитан команды Нави, но просто его можно закрыть, Джимпат этими делами и занимается, Симпл один против двух, сколько, сколько, клачил, уже таких вытащил, но про не файкует, об этом нужно помнить, Симпл, Симпл все-таки проигрывает эту клач, ситуацию 3-2 становится счет. Вот это прям максимально на тоненьком, мне просто даже самому страшно за команду Нави, там Мауза такой экшен устраивает. Тем временем, Мауза, да, держит тонуси своих оппонентов, каждый раз они поджимают, каждый раз они простреливают и не дают просто выдохнуть коллективу Нави, играют не очень сайвово, но это агрессия, стартовая приносит им дивиденды, Фроузен в соло поджал точку А, у него по миду уже есть информация, а значит можно заходить в спину, интересно Нави проверит ли, ну судя по всему, что они топают, они не догадываются про Фроузена, первый, но имя все-таки на размене. Пока что перекидывают гранаты, чтобы судя по всему бит просто сопортил и выходили действующие лица в лице Симпла, имя и так далее. 30 секунд, 10 секунд было потрачено с момента, как они раскинули гранаты, тоже отходит назад в банк, Чуй на приемочке имя 54 хеллс-поинта, а может быть и ноль, но ноль у капитана команды Маус Този, будет ли размен зарядиться оппонента, но дальше не идет, а значит пачку можно устанавливать. Можно и нужно, и опять же горит спина, Кзершан может стать большим удивлением для игроков команды Нави, но Този, тут одна из, наверное, ключевых дуэлей, все, зачекал сейчас Алексей Би, и торопиться уже точно не будет, 3 в 4, выбивание точки А, будет прямо здесь, и сейчас Кзершан, одна из ключевых дуэлей, он выигрывает ее, но спину не чекает, а там бит, который должен сейчас открывать свою статистику, да, забирает по итогу Кзершана, 2 в 3, живет Алексей Би на траке, и кстати, такой намек на то, что Маусу идут на сейв, и кстати-таки угадывают, если, конечно, по классике жанра, Този сейчас не начнет перетягиваться, а Джель уже просочился в монстр, по тлэшку выходит, Джель инфы забирает, Алексей Би минус по Кзершану, джимпад, что это, как это он делает, и по итогу 3 в 3, и сразу же ротация. Да, второй волной будут выходить на Ави, судя по всему, на точку А, здесь есть ИМЭ, там 18-17, борется один представитель команды Монголс, но у нас борьба тоже не менее интересная, ну подождите, может быть там мужика сядет, Фроузен забирает ИМЭ, я не знаю, куда смотреть, но Фроузен все-таки сделал свой фраг, и ситуация 1 на 1, бомба раздиффужена Монголы, вторая серия овертайма, Фроузен проигрывает свою перестрелку. Я даже не знаю, у меня, знаешь, куда смотреть, что происходит, да, тут прям диссонанс, но по итогу Нави берут для себя все-таки четвертый раунд, выходят на временный паритет, и как много все-таки на плечах было у Фроузена. Значит, что для Нави просто время всего мира, опасный момент, Джейль прощается с жизнью. Какая хорошая флешка, да, к Зешану есть, заветная большая, и сразу же агрессия на Монстре, под рассеивание смока, просто как, сейчас играет команда Маус, я не знаю, ребята большие молодцы, идут дальше, а тут бит, подкайсел сумел забрать к Сешану, да, джимпад на размене, все так же присутствует большинство для команды Маус, и вопросы уже к Нави, куда все-таки по итогу пойдет атака. Имя Сау, 10 холлспойнтов у него осталось, поэтому большой молодец, бит забрал одного, второго на лоу хп, Фроузен под точкой А, Алексей Би, открытие, и выигрывает свою перестрелку, отличная работа от финского капитана команды Нави, Шьюи, и Мэ не справляясь своей стрельбой, Този нужно попадать, Шьюи не может один тащить, Този нужно попадание, есть работа, Симпл уже отлетает, и Алексей Би прощается с жизнью, наконец-то Мауза прерывает небольшую гиги-бионную команду Нави. Ну, кстати, это удача, может сыграть сейчас, очень злую шутку, хотя Хаешка очень вроде бы даже неплохая, да, пошла раскидка базы, Б, смоки, флешки, молики, все летит, откидывается также команда Мауза, экзершен, минус раз, бит на размене, ну, все включаются, тут серия разменов, по итогу ситуация 3 в 3, но плент под контролем команды Нави. Бит очень хорош, раз за разом он делает как минимум одно бислинга, включается 2 и 3, но сейчас команда Мауз, может быть, даже если никто не откроется, пойдет на сейвбит, забирает шию, и все, это сейв, Този и Фроузен никуда не пойдут, потому что слишком опасно. Да, пока что все кажется, знаешь, максимально сложным, но и нужно, какой тайминг, какой приятный тайминг для Фроузена, тут еще и Този забирает Желя, а десантируется, Симпл, но Фроузен на размене, 2 в 4, и еще один такой же раунд мы с тобой видели буквально раундов 5 назад. Да, здесь, конечно, Нави не то чтобы сплоховали, как Мауз очень грамотно поджали, очень грамотно забрали своих оппонентов, но и Този начал попадать, в налик себе байтит Фроузена, но здесь попробуй переиграй представителя Словакии. Им и остается один, за ним наблюдает весь СНГ, состав болельщиков, так скажем, это тоже можно назвать составом, можно, кстати, в чате написать, под кем номером хотели бы играть, ну и это было жестко от Фроузена, когда Фроузен включается, Нави проигрывает. Но Този пошел в агрессию, все, зачекал, увидел одного, да, можно сразу жротироваться, молик под ноги снайперу команды, Мауз, ХЕшка, еще одна под Симпла, залетела 27 хп. Но тут история в том, что видишь, если он выйдет на Този, то абсолютно неважно, сколько там хп у Симпла, он должен отрубать, он должен делать фраги, и прекрасно понимает, что, скорее всего, шансы на выживание будут сочтены, и это будет смерть во имя информации. Начинают выходить по точку, а представители команды Нави, Мауз прекрасно понимают, что какая-то нездоровая движка, Този промахивается, Симпл его может зажать, Фроузен работает, по Симплу и по биту, еще один фраг, еще один фраг для Фроузена, остановите эту машину, которая замораживает все шансы команды Нави на взятие этого раунда. Будет ли все окей в кругу друзей команды Нави, узнаем с вами в последнем раунде первого акта, Фроузен замечает Алексиби, но это было слишком, вот это уже было слишком, Фроузен прощается с жизнью, отправляется в следующую половину, Този поджал лонг, и здесь можно ловить Симпла, Симпл прощается с жизнью, Този моментально на размене, но главное, что погиб Фроузен, главное, что главный бомбардир коллектива Маус уже прощается, и как же и бит, тоже говорит бай-бай этому раунду. Джи Эль практически пустая база, а Ксершин слышит передвижение Алексиби, здравствуйте, заносим пачку, ну и как бы 2 в 4, как бы мама под контролем, Ксершин теперь бы не откиснуть от имы, и он его перестреливает, вселился Фроузен. Да, Фроузен просто, дай-ка я сяду сейчас, там все равно рядом сидят, сказали, отвлеките рефери пока что, я посижу, поиграю. Джи Эль остается один, в клатч ситуации, против четверых, контроля бомбы нет, это проблема, и скорее всего, здесь Джи Эль, к сожалению, не сможет выиграть для себя и своих болельщиков, все в этом нужно заметить, в моменте, Джим Патт закрывает команду Нави в первой половине, но в любом случае, в конце собрались Мауза, как и Нави тоже показывали неплохие отрезки. Ну окей, очень вязко сейчас отыгрывает команда, Мауз тянут до последнего, будут играть на, знаешь, второй, точнее, первой волной, но на поздних таймингах, но, наверное, сейчас, или рано? Возможно, рано, Симпл, один хелспойн говорит, вот это да, вот это начало, нужно отходить назад, команда Мауза, уже закрывать смоком, мистера Симпла, здесь можно лишь только надеяться на удачу, отличная флешка, Мауз заходит на пустую аточку, дифьюз китов нету, никто не может воспрепятствовать установке бомбы, и это проблема, во время главный враг представителей команды Нави, Алексей Би пытается найти гэп, и вроде как находит, но никто там уже, в свою очередь, не открывается, имя через банк, пока что никого не видит, только лишь вдалеке Фроуза, у него не самое лучшее оружие, на расстоянии, нужно начинать свое движение, слишком находится Сайди, Серша работает, паспорт соперника, Фроуза также забирает своего оппонента, Джейль только лишь, он один, пока что делает фраг, но бит в спине, бита будут закрывать, дамы и господа, это пистолетка за Маузами. Ну и коллектив Мауз, да, будет идти под точку А, Симпл зачекал, тут еще есть и холпа от Алексей Би, Джимпад, Джимпад врывается, под лэшку минус по Симплу, еще и в дефолт накидывает, но тут имя, да, 30 секунд времени его не читает, и он должен забирать этот раунд, есть минус по Ксершину, и последний, 1-3 ситуации, не справляется его тот самый имя, как ты говорил, которого не шла игра, включился в тот момент, когда он был так нужен своей команде, должен быть сейчас уже заход от команды Мауз, ну и через шорт будут сплитовать на базу Б, а там и Симпл, а там четверочка команды Нави, и пошли флешки, пошел выход, Чуи первый, ай, как же больно, бит минус по Чуи, и по итогу можно считать, что выход захлебнулся, хотя 2 в 2, Джиэль, Джиэль, очень важная пятистрелка, забирает двоих, и есть же раунд для команды Нави, 11-8, мог сейчас зачекать Ксершина, но пока что не замечает, ни первый его, ни второй, того самого Джиэль, перестрелки минус по Фрозу, тоже на размене, бит, а вот тут агрессия была явно лишней, по итогу это 3 в 4, и выход на базу Б вроде бы, оформляется командой Мауз, и это бы должно быть убивание, но есть Аликси Би, есть Аликси Би, который, да, все вне позиции, нужно либо убивать, либо погибать, и все-таки, да, есть же контактная перестрелка, 2 в 4. Не было помощи, у опорников точки Б, там перетягивался уже Симпл, к сожалению, он не помог тиммейтам. Пока что просто ждут, но есть АВП на руках у Симпла, кстати-таки, и тут он может очень неприятно удивить своих оппонентов, не самый приятный Молик, погибает один из игрок команды, Мауз, 4 в 5, заветное большинство есть, один Симпл на базе АСВП, этого достаточно. Ну, пока что, пока что достаточно, Тоузи также погибает, а это был Бомбкер, Реджимпад забирает Джиэль, пока что неплохо, но им и второго в таверну, Ксэршен и Фроузен остаются вдвоем, О, Мимы, как же ты хорош в этом моменте, наконец-то мы увидели этого скиллового румына в деле, Фроузен 1, но даже Фроузен такое будет сложно ему вытащить. Ну, по-моему, это стайл команды Нави, 40 секунд, а мы только лишь перетягиваемся под точку Б, двойка будет действовать через монстр, остается Ксэршен просто пошуметь, но пока один Дигл под точкой А, никто передвигаться под Б, наверное, и не будет. Ксэршен, 3 патрона у него остается, 25 обратное, отчет пошел, полетела бомбардировка, точка Б, два человека на приемке, Бит будет проходить проверку на прочность с Джиэлем, шью падает, Бит прощается жизнью, Джиэль забирает Тузи, это был бомбкеррер, а где тиммейты? Где тиммейты? На шарте никого нет, отличные флешки, Джиэль по-прежнему жив, по-прежнему с ним не расправляется, Фроузен прощается жизнью, но все, этот раунд завершен в пользу команды Нави, 12-11, выход не удался. Име откидывает смок, под него будет уже действовать, Сершен пока что его не замечает, пытается превентивно найти его, шью, абсолютно слепой, Име делает два минуса, абсолютно в соло, закрывает этот раунд, возможно, но Джимпат и Торти, Тузи еще забирает, Алекси Б переворачивается сейчас с ног на голову, Симпл и Бит остаются вдвоем, отличная работа от Маузов, но нужно еще выиграть этот раунд, Бит, к сожалению, Фроузен оказывается ему не по зубам, Симпл один против троих, есть снайперская винтовка, пачка устанавливается, информации никакой нет, отмена Фроузен уже отлетает, в смоку находятся игроки, свитчгана на коллаж, будет ИХЕшка, нет, Джимпат закрывает Симпла. Размен смоками, длину берет под контроль, Симпл! Ой-ой-ой, сейчас их раскроет, смотрите, 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 по-любому не проверят Симплуху, всегда не проверяют, и сейчас не проверят, Симпл начинает нервничать, подбирает Калашников, Симпл давай, его начинают кошмарить, он открывается, но его уже прострелили, в спину в этот момент заходит игрок обороны, это Алекси, Торше забирает Кон, Алекси забирает Торше, подбирает АВП, и два в одного, Бит, один на... Я последний турнир официально смотрел, знаете, три месяца назад, как-то так, Торше забрал Бита, и на этот раз пацат сработал, ну, на 4 в 5 попали ребята из Маус, сразу смотрим, не повезло, не повезло, и, а что, это Кон сдох? Понятно, короче, Бит закинул, Симпл вместе с ним за компанию, остальные, поздравляем, Маус, это 2-0, поздравляем, Маус, это наконец-то закончилось, фу, друзья, расписание, трансляция с расписанием появится на Ютубе сегодня чуть попозже, часика через 2, через 3, но оно вообще с утра уже висит, еще до матча часов за 5, там будет голосование на первые матчи, Сьюхи здесь делает минус, поздравляем, Маус, поздравляем, Маус, здесь действительно браво, здесь действительно очень-очень круто сыграно, Продолжение следует...